Это проект «Прямая речь» и сегодня в нашей студии мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. 27 февраля вы были в Новосибирске, там состоялась конференция Ассоциации сибирских дальневосточных городов. Встречались с коллегами. Какие темы поднимались, что вообще волнует глав других городов? Да, действительно прошла конференция, я считаю, что прошла успешно. Мы поднимали очень серьезные вопросы, которые касаются всех муниципальных образований Ассоциации сибирских городов Дальнего Востока. Это и безнадзорные животные, это и региональный оператор по ТКО, это и общественный транспорт, это и изношенность инженерных сетей, это и транспортный налог. Это вот все то, что касается сегодня органа местного самоуправления, те полномочия, которые исполняет город тот или иной. Поэтому мы... Почему эта конференция была необходима? Потому что мы определились, в начале июня будет проходить съезд АСДГ в Томске. Мы это определили голосованием. И для того, чтобы выработать повестку съезда, выработать предложение для правительства Российской Федерации, Государственной Думы, Совет Федерации, необходимо было собраться мэром, главам городов и обсудить вот эти вот насущные проблемы. Вообще АСДГ как ассоциация, она, вы говорите, можно обращение к президенту, в правительство, в Госдуму, это организация мощная? Это, конечно, мощная, да. Но конференция не может делать обращение, а именно съезд. Ассоциация, конечно, это все города Сибири и Дальнего Востока. Ну, вы представляете, что это такое, какая организация. И для того, чтобы выработать какую-то позицию, ну, я как мэр города, меня попросили озвучить проблему, тему ТКО, твердые коммунальные отходы. Другие главы и мэры городов рассказывали про изношенность инженерных сетей, рассказывали про транспортный налог. Проблемы в целом общие у всех? Это общие. Это проблемы общие. Все сталкиваются одним этим. Ну, возьмем изношенность инженерных сетей. Вот все то же самое, что в Красноярске, что и в городе Хабаровске. Безнадзорные животные. Проблемы у всех одинаковы. То есть сегодня нет определенных... Да, есть постановления правительства Российской Федерации, есть регламенты, но они сегодня несовершенны. И сегодня для того, чтобы тех же безнадзорные собаки, для того, чтобы выловить особь, привести ее на специализированный пункт, 10 дней держать ее. Потом, значит, стерилизовать. Потом опять держать. Потом опять вывести в то место, где ее выловили. И вы знаете, бюджетных денег не хватит. Это колоссальные затраты для того, на то, чтобы наши безнадзорные животные... Да, это гуманный способ, это гуманный механизм. Но животное, попадая в ту же среду, оно становится тем же агрессивным животным. Даже после того, как ее стерилизовали. Мы эту тему обсуждали в студии. На самом деле, по поводу агрессивности можно тоже порассуждать. Потому что большинство обращений по поводу укусов и покусов, это все-таки домашние животные. Но, тем не менее, вот проблема безнадзорных животных и так далее. Инженерные сети, Хабаровск, на фоне других городов, как выглядит? Ну, я хочу сказать, когда я делал доклад по обращению твердокоммунальных отходов... Сорвали овации. ...мне позавидовали. Мне позавидовали, почему? Потому что у нас, как мои коллеги сказали, и хорошо, что у вас нет регионального оператора. Почему? Да, потому что другие города тратят средства от 50 до 70 миллионов рублей на вывоз неорганизованных свалок в черте города. В черте города. Потому что сегодня региональный оператор не справляется, а в силу где-то зачастую, субъективных или объективных причин, не может вывести весь таково. Когда я докладывал, что у нас есть мусороперегрузочные станции, что у нас есть свой полигон, что у нас организован вывоз. Я показывал слайды, показывал тариф на вывоз ТКО. И все мне позавидовали. Я говорю, ну, мы готовы, мы готовы. Город сегодня готов в вхождение в национальную программу, то есть готов принять регионального оператора. Потому что у нас есть все. С другой стороны, как готово население, ведь региональный оператор – это не только вывоз мусора, а это ведь полноценная переработка твердых коммунальных отходов. Это раздельный сбор мусора. О чем нам всегда говорит президент Владимир Владимирович Путин. Это другая экономика любого города. То есть сегодня можно перерабатывать до 80% твердых коммунальных отходов. Это возврат в экономику выборженных средств, закопанных средств в землю. Это и пластик, это и бутылка, это и стекло, это и бумага, и так далее, и так далее, и так далее. По поводу доходных частей, отчасти, да, можно это из переработки получать какие-то деньги. Вы, главы сибирских дальневосточных муниципальных образований, выступили с предложением оставлять 100% транспортного налога, который является региональным, в городском бюджете. Сейчас в местную казну идет только 15% от этих отчислений. Вот насколько, предложение-то отлично, и по подсчетам это увеличение доходной части бюджета Хабаровска с 15 миллиардов до 20. Отлично, 5 миллиардов. На школу в микрорайоне строитель нужно полтора. То есть мы таких школ можем несколько на свои будем деньги строить. Но при этом мы же понимаем, что бюджет Хабаровского края сейчас с госдолгом, почти 55 миллиардов. То есть это как бы такая фантазия, потому что в регионе-то вряд ли это получится сделать реально. Вы знаете... Никто не отдаст эти деньги. Да, я прекрасно понимаю, что каждый субъект сегодня за транспортный налог борется. Там, конечно, не миллиарды, но тем не менее сегодня львиная доля транспортного налога по Хабаровскому краю – это транспортный налог жителей города Хабаровска. И те деньги, которые собирают сегодня в Хабаровске, они уходят на другие территории Хабаровского края. Нам остается 15. Конечно, это неправильно. Это неправильно, но сегодня отдано право субъекту решать, какой процент оставлять от сбора транспортного налога в том или ином муниципальном образовании. Поэтому здесь воля субъекта. Мы, конечно, готовы сказать и рассказать, почему сегодня транспортный налог должен оставаться на той территории, где он собирается. Не все 100%, но хотя бы до 50%. А если бы он оставался в Хабаровске, мы бы намного больше сделали ремонта дорог, намного сделали больше ремонта опасных мест, концентрированных мест ДТП и так далее. И леерные ограждения, тротуарные дороги, установка светофорных объектов и так далее. И установка видеокамер в том числе. Поэтому здесь большое бы было подспорье. И об этом говорили все представители конференции на СДГ. Но прогнозы какие-то были, условно? Ну, вы знаете, мы предполагаем, что это возможно. Конечно, возможно. Но я еще раз смотрю, это воля субъекта. Если субъект сегодня... Ну, я скажу, сегодня многие субъекты помогают местным муниципалитетам приобретать пассажирский общественный транспорт. Многие субъекты. Но у нас в Хабаровском крае в статье расходов стоит ноль помощи Хабаровску. Всем с муниципальным образованием стоит ноль приобретение пассажирского транспорта. Ну, это неправильно. Так не должно быть. Ну, с другой стороны, Хабаровск как столица и все-таки город не самый бедный в рамках края уж точно. Но остальным муниципалитетам, конечно, мне кажется, тяжелее с этим как-то менять ситуацию. Вы знаете, нет, нельзя так сравнивать, кто богаче, кто беднее. Необходимо работать хорошо. Согласен. Еще один из вопросов, который обсуждался, это борьба с теми самыми долгостроями. Есть положительный опыт других городов по представлению компенсационных участков инвесторам, которые берутся за чужие брошенные долгострой. И как будто бы вот все в информационном поле, что появлялось, подавалось так, как будто, о, это что-то новое. А я сейчас вспоминаю, что нет, у нас так и реализуется. У нас был, если не ошибаюсь, сейчас та же самая Алексеевская должна была быть достроена. И инвестору-застройщику предлагался участок земли, если не ошибаюсь, где-то на Запаре, в центре города. Но так случилось, что этого не произошло. В силу каких-то конфликтов... Да, конечно. Мы же не пошли по какому-то новому пути. Зачем идти по новому пути? Зачем изобретать велосипед, когда есть практика других регионов Российской Федерации, где при предоставлении компенсационного участка достраиваются долгострои? Правильно вы говорите, в других регионах России это используют. И практически в некоторых городах России уже избавились от долгостроев, решили проблему с дольщиками. Именно таким образом, предоставляя компенсационные участки, застройщик заходит, достраивает дом. После того, как он достроил, приходит на свой участок, который ему выдали. А почему у нас тормозится эта история? Ну, вы знаете, здесь надо вопрос задать правительству Хабаровского края, почему мы, они не реализовали тот проект, который был принят на Совете. Поэтому здесь вопросы к ним. А вы не общались по этому поводу? Потому что недавно Сергей Иванович Фургал на встрече с предпринимателями сказал, что нет, никакого конфликта между городом и краем нет, все это враги придумали. И вообще мы с Сергеем Анатольевичем можем по полчаса чая пить и вообще разговаривать? Нет, мы с Сергеем Ивановичем чая не пьем. Не пьете чая? Нет. Другие напитки или по полчаса встреч не было? Нет, и по полчаса встреч не было. Умные остановки тоже. Интересная тема, мне кажется, резонансная в городе. Недавно возле педуниверситета разбили. Вот, в принципе, до этого еще на Горьком тоже, да, печальная судьба остановки. Обсуждали проблему внедрения умных остановок? И вообще этот проект, как сами оцениваете в нашем городе? Я оцениваю проект этот положительный. Если его реализовать на 100%, это прежде всего идеальные условия для пассажиров. Это идеальные. Что такое умная остановка, если в идеале? Это интерактивная доска объявлений, где можно видеть расписание всех автобусов. Это видеонаблюдение, это и зарядка для гаджета, это и Wi-Fi. Это весь полный комплекс, когда пассажир, придя на эту умную остановку, может посмотреть, увидеть, что происходит с общественным транспортом, и не только. Но их бьют. Но вы знаете, что я могу по этому поводу сказать? Ну, можно ничего не делать. Если говорить, что вот, ну, есть у нас такие нехорошие персоны, это единицы в городе Хабаровске, которые просто относятся с неуважением, с какой-то ненавистью, понимаете, вот к этому, ко всему хорошему и новому. Ретрограды вот эти, вандалы-ретрограды. Но при этом одна из проблем, почему, да, проблема остановок в том, что какой-то вот люфт времени произошел так, что они никому не принадлежали. И до сих пор их не передали сети держателей. Да, это сегодня есть. Мы вот этот вопрос, вернее, эту хорошую идею начали вот буквально с прошлого года, как только начали обновлять парки строить, обновлять остановки общественного транспорта. Ну, всегда что-то новое, если мы начинаем, где-то есть какие-то недочеты. Виноваты есть виновные, я уже принял меры, кто сегодня затянул передачу. Вообще все эти остановки должны принадлежать одному муниципалитету, то есть управлению дорог и внешнего благоустройства. За исключением тех остановок, где у нас есть киоски. Там собственник, он следит за этими остановками. Но это нагрузка на бюджет очередная. Ну, вы знаете, мы для того и работаем, чтобы грамотно распределять бюджет. Ведь эти еще и умные остановки, они могут служить и доходной частью бюджета. Размещение той же рекламы, каких-то объявлений, которые, если есть хозяин, он дает разрешение. И этот хозяин получает средства дополнительные за эксплуатацию своего имущества. Ну, и последний вопрос. На сегодня весна, обновления, в том числе и кадровые. По собственному желанию, за последние несколько недель ушли в отставку несколько человек. В частности, вот Сергей Чернышев, первый зам по городскому хозяйству, управляющий делами Вячеслав Безлепкин. На их месте новые люди сейчас. Ольга Тен, которая была под следствием, подозревается в злоупотреблении служебным положением, написала заявление на увольнение. На ее место пришла Елена Логошина, которую, насколько я знаю, очень хотели видеть и в крае многие. Но выбрала все-таки город она. И я так понимаю, что это не все кадровые изменения. Вообще, с чем связана ротация и по какому принципу, почему люди уходят на их место, другие обновления? Вот это что происходит? Давайте мы начнем с того, что, во-первых, должна быть профессиональная команда. Сегодня вызов времени, и вот в это время, да не только в это время, всегда должны быть профессионалы. Те замы, кто пришел к нам на работу, и Логошина, и Шевцов, и Митрофанов, это профессионалы с высокой буквы. Да, они работали все в правительстве Хабаровского края в свое время, они зарекомендовали себя. Но они приняли решение в свое время, написали одновременно заявление и ушли. Ушли и сделали свой выбор. Наверное, это и правильно. Поработав где-то в каких-то местах, поучаствовав в выборных кампаниях, я по очереди стал приглашать этих действительно специалистов своего дела. И когда я всегда говорил, что окружение мэра высококлассными специалистами, профессионалами, это залог успеха. Я согласен, что нужна там какая-то новая кровь, но при этом нельзя же ведь назвать непрофессионалами тех, кто ушел. Нет, я их не называю, но, как мы говорим, время пришло, время ушло. Есть стереотипы, от которых человек иногда просто не может отказаться. Вот это вот так должно быть и все. Нужно быть гибким. Конечно, нужно быть гибким и принимать то время, которое сегодня настало. И вот сегодня те люди, которые ушли, не смогли встроиться в то, что сегодня, в те реалии, которые у нас сегодня есть. И в экономику, и в социально-политическую обстановку. Это нельзя так. То есть нельзя. Как расставались с этими людьми? По-доброму. Я всем им предлагал работу. Но все-таки приняли решение. Приняли решение. Но это их решение. Стоит ли ждать каких-то новых ротаций, изменений в кадром составе? Ну, жизнь покажет. Посмотрим. Поживем, увидим. Да, поживем, увидим. Сергей Анатольевич, спасибо большое за эту беседу. Действительно, как мы до интервью с вами поговорили, нужно почаще встречаться и разговаривать. Спасибо огромное. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»